День железнодорожника Добрый день, Тимофей. Ретро-поезд уже прибыл на центральный вокзал. Люди собираются потихонечку. Конечно, он вызвал большой ажиотаж. Все хотят делать селфи на фоне такого вот старого поезда из прошлого столетия. Хочу сказать, что он отправится всего лишь по Киеву, то есть по кольцевой железной дороге вокруг столицы. Будет длиться маршрут этого поезда 2,5 часа. За это время его гости смогут полюбоваться пейзажами Киева и посетить разные станции и железнодорожные депо. Что касается самого поезда, то он 1952 года выпуска. А именно паровоз, который потянет весь состав. Машинисты будут управлять им и рассказали нам предварительно, что подготавливали поезд еще с ночи. Также к нему прицепили 5 современных комфортабельных вагонов. Там есть 2 класса мест, сидячих мест и, конечно, будет вагон-ресторан. Мы пообщались с посетителями вокзала. Многие видят такой поезд впервые для современных детей. Видеть такой ретро-состав настоящая экзотика. И вот что сказали нам родители с детками. Мы спрашивали, почему дым идет, как поезд работает, механизм состава. Идем на экскурсию в зоопарк и посмотрели, стоит поезд. Решили сфотографироваться. Потому что в музее там стоят такие. И пришли в натуре видеть его. Хочу сказать, что ретро-состав по Киеву, в Киеве, вернее, появляется на все праздники практически. В этом году киевляне могли кататься на таком поезде на 8 марта. Также он часто ездит по столице и в новогодние праздники. Совсем скоро, в 13.45, мы переместимся внутрь поезда и отправимся в поездку. Будем держать вас в курсе. Тимофей, на этом у нас все. Тебе слово. Спасибо, коллега. Да, Тамара, действительно, не забудь купить билеты и не опоздая на ретро-поезд. А я напомню, что с нами на связи была корреспондент Юй Тиви Тамара Кононенко с Центрального вокзала Киева, где сегодня отправится ретро-поезд в честь Дня железнодорожника.